Друзья, всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Я в городе Батайске, город совсем рядом с Ростовом. Как говорят сами ростовчане, в шутку, конечно, больше, что Батайск — это пригород Ростова. Почему? Потому что некоторые жители Ростова-на-Дону переезжают в Батайск. До центра города здесь буквально 10 минут на машине. Я нахожусь в ЖК Пальмира 2.0 и сейчас покажу вам квартиру от застройщика Анастасии, покажу квартиры как при чистовой отделке, где нужно делать ремонт, так и готовые уже варианты. Назову стоимость, подмечу все нюансы, насколько это возможно. Похожу с камеры, покажу все. И ремонт от застройщика, инфраструктуру. К примеру, здесь просто прекрасная такая аллея с детскими площадками, очень много всего. Рассказывать и показывать квартиры буду не только я, но и представитель компании. Поэтому приятного просмотра мы начинаем. Друзья, это Игорь, представитель компании Анастасия. Игорь, расскажи, пожалуйста, о компании. Приветствую. Я представляю строительную компанию Анастасия, ведущий застройщик города Батайск. Нам уже 33 года и мы занимаемся строительством жилищного комплекса Пальмира 2.0 и других ЖК в городе Батайск. Игорь, расскажи, пожалуйста, разницу между новой Пальмирой и вот на фоне вот эти вот красивейшие здания Пальмира 2.0. Первое, о чем хочется сказать, что создавая Пальмиру 2.0 мы взяли курс на использование всех современных технологий при создании домов. В частности, мы используем, к примеру, технологию вентилируемого фасада, которую можно увидеть на наших домах. Если говорить простым языком, эти дома, мало того, что они смотрятся гораздо более стильно и современно, то есть здесь не кирпичная облицовка, как в новой Пальмире, а вот такая вот красивая современная керамогранитная плитка. Плюс оно гораздо долговечнее, то есть этот дом будет выглядеть свежим, современным очень много лет. Он значительно теплее, имеет более высокие звукоизоляционные характеристики и, к тому же, его дешевле обслуживать в плане содержания тепла. Игорь, самое важное, конечно, в любом ЖК, в любых новостройках, это школы, детские садики. Пока я здесь прошелся, я увидел, что с детскими площадками тут полный порядок, они невероятно красивые и на разный возраст, и спортивная площадка действительно классная. Также я знаю, что здесь строится огромный парк. Расскажи, пожалуйста, об инфраструктуре, школе, садике и про парк несколько слов. Один из наших основных строительных курсов, это курс на благоустройство. Нам очень хочется, чтобы наши жители чувствовали себя максимально комфортно и каждый раз, выглядывая в окно, они наслаждались прекраснейшим видом и получали удовольствие от каждого дня, который они проживают в своем районе. Курс на озеленение уже взят, мы массажем множество деревьев, большинство из которых, конечно же, многолетние, также множество потрясающих кустарников, и весной и летом это будет смотреться, не побоюсь этого слова, просто потрясающе. Парк, который мы строим, это один из главных наших объектов истинной искренней гордости, потому что, не хочу хвастаться, но похвастаюсь, его площадь будет 20 тысяч квадратных метров, и там будет много всего потрясающего. Вот и великолепные, я бы даже сказал, изумительные деревья, прогулочные зоны, игровые площадки, различные магазины, точки развлечений и многое-многое другое. Словом, в этом парке можно будет спокойно провести весь выходной и не обойти весь, туда захочется вернуться, и вы однозначно там встретите для себя что-то еще интересное. Касаемо школы, она будет находиться буквально в нескольких минутах ходьбы от жилищного комплекса, и она будет довольно большая, и на ней будет запланировано более чем 1300 мест для учеников. Ну и конечно же стоит сказать, что школа будет максимально современная, красивая, и будет также попадать и визуальный стиль самого жилищного комплекса. Друзья, сейчас я покажу вам трешку, уже готовую. Застройщик продает как предчистовой, так и при желании можно заказать ремонт. Мне больше всего хочется вам показать планировки. Когда заходим, видим, что здесь есть место для, к примеру, шкафа. Сразу справа у нас санузел. Это трешка на трешку с двумя санузлами. Соответственно, санузел выглядит так. Напомню, это ремонт от застройщика. Чуть позже я расскажу, сколько это стоит. Прямо мы попадаем в кухню. Большой плюс, на мой взгляд, как человек, управляющий всю жизнь в квартирах, это то, что отопление мы регулируем сами. К примеру, мы можем его включить только в ноябре. Отопление через газовый двухконтурный котел. Это очень удобно, потому что мы сами выбираем, насколько и когда мы хотим, чтобы в нашей квартире было тепло. Кухня, как видите, достаточно большая. Дальше мы видим вход в две изолированные комнаты. Трешка 73 метра с большим окном, опять же с большим радиатором. Вторая комната, давайте в нее зайдем, посмотрим более внимательно, с балконом. Кстати, очень удобно здесь вот, например, столик поставить, пить чай, красиво, любоваться видом на детскую площадку. И третья комната, естественно, это под кондиционер все выведено. Третья комната и еще один санузел. То есть сюда при желании мы можем поставить как ванную, соответственно, еще один туалет, еще одна ванная, либо душевую кабину. Место позволяет, как видите, санузлы очень большие. И третья изолированная комната. Заметьте, что это не евро-двушка или не евро-трешка, это для семьи. К примеру, там, с тремя, даже с четырьмя детьми места будет достаточно много. То есть три изолированные комнаты, большая кухня и два санузла. Ну, и поспрашиваем сейчас, конечно, поспрашиваю сейчас Игоря, сколько это стоит, какие материалы дома. И давайте подробнее, мне самому действительно интересно. Игорь, расскажи, пожалуйста, про стоимость этой квартиры, как предчистовой ремонт, так и готовый от застройщика, который я только что показал. Мы находимся в типовой трешке, ее стоимость в предчистовой отделке, то есть без обоев, без плитки, в общем, без косметического ремонта, составляет 6 миллионов 130 тысяч рублей. Эта квартира площадью 73 квадратных метра. Если добавить ремонт, ее стоимость будет 7 миллионов 411 тысяч рублей. Ну, любой многоквартирный дом, конечно, это не только квартиры, но и, к примеру, лифты. Как обстоят дела с лифтами, покажу вам. Как видим, один лифт пассажирский, один лифт грузовой. Дом десятиэтажный. Ну, это, кто не знает, сделано специальности, в новых домах всегда, потому что, чтобы лифт не портился, потому что стройматериалы вводят много всего. Входная зона, ну, в данном случае на шестом этаже, сейчас покажу вам квартиру, без отделки предчистовой, соответственно, вот они, счетчики, вот небольшой, какой небольшой, кстати, смотрите, сюда и детскую коляску, можно и что-то еще, а лучше, точнее, так не делать, потребуем пожарной безопасности, нет, но все-таки места достаточно много для двух квартир. Ну, и, конечно же, смотрите, обратите внимание, какие огромные лестницы. Я сам жил всю свою жизнь в многоквартирных домах разных, и советской постройки, и новостройках, но здесь просто огромное пространство. Захламлять ее ни в коем случае не нужно, просто сам факт, что, смотрите, легко два человека разойдутся, места очень много. Ну, и пойдемте тогда смотреть квартиру от застройщика без ремонта. Друзья, вот она квартира, это однушка, 34 метра, при том, обратите внимание, комната с двумя большими окнами и с двумя радиаторами. Также газовое отопление, это тот же самый дом, что и квартира с отделкой. Именно вот так выглядит без отделки. Стоимость такой квартиры 34 метра, 100 тысяч за метр, получается ровно 3 миллиона 400. Ну, и дальше ремонт уже можно делать самому, либо, соответственно, воспользоваться от застройщика ремонтом, который я вам показывал, либо нанимать бригаду, каждый тут уже решит для себя сам. Как видим, планировка. Здесь большой шкаф, либо можно поставить небольшой, и сюда, например, детскую коляску ставить или что-то. Ну, хотя, конечно, однушку лучше, если ребенок лучше брать двушку и трешку, это очевидно. Но ситуации у всех разные. Кухня, а также, естественно, двухконторный газовый котел. Почему я так на этом акцент делаю большой? Потому что вы сами включаете отопление тогда, когда оно вам понадобится. Вы можете включить хоть в ноябре, если мерзнуть не будете. И экономите деньги, естественно. Также достаточно неплохой балкон. Обратите внимание, даже в такой ремонт, то есть предчистовой, входит утеплитель. Он уже есть, продается в таком виде. Ну, и, соответственно, балкон неплох. Она, конечно, небольшая однушечка. Стоимость по нынешним меркам, даже для Батайска, 3400 за новостройку очень хорошая. Есть люди, которые сами все могут сделать. Поверьте, я столько всего уже переделал и своими руками людей нанимал. Уже начинаю разбираться. Здесь относительно немного ремонта, ну, на мой взгляд. Ну, и сейчас Игорь нам расскажет подробнее об этой квартире и вообще о разных нюансах, которые я могу пока не знать. Давид вам показал квартиру, а я с удовольствием расскажу, что входит в эту стоимость. Это стяжка, штукатурка, двухконтурный котел, розетка около него, выключатель света при входе и домофон, конечно же. Также стоит обратить внимание на то, что лоджия уже остекленная и также подготовленное утепление. К слову, высота потолков составляет 2 метра 62 сантиметра. Друзья, ну и как человек, который неоднократно занимался строительными работами, в основном я, конечно, нанимал людей, ну, смотрите, даже вот, ну, не даже, а вот этот ремонт от застройщика, это же уже ровная, а штукатуренная стена. То есть здесь, конечно, по-хорошему нужно зашпаклевать, но в целом впечатление очень приятное. То есть в такой квартире, конечно, жить нельзя, здесь нужно все сделать, но работ не так и много, которые либо, если вы владеете науками, вы можете выполнять сами, либо, как я и говорил, воспользоваться от застройщика ремонтом, либо просто нанимать вот на эту однушку, например, одного человека, который вам, ну, грубо говоря, там за полтора-два месяца все будет делать, либо делать самим. При том, смотрите, ровный пол, то есть я на много худшие условия были, и сейчас в моей ростовской квартире условия, ну, там неровные стены, там перекосы такие, это старый дом, а здесь все новенькое, здесь просто бери и делай. Вот хожу, смотрю и даже вот примеряю. Вот такую однушку, ну, блин, классно, реально классно. Только денег осталось найти, потому что Батайск, здесь всего 10 минут на машине до центра Ростова, то есть через мост, очень удобно, это же близко к Ростову совсем. И окна, конечно, очень мне нравится, то, что два больших окна, это много света, очень здорово. Здорово, действительно здорово. Игорь, большое спасибо за обратную связь, за информацию о ЖК Пальмира 2.0. Честно, мне очень понравилось, я бы сам купил, что однушку, что эту трешку, все очень здорово. Но я знаю, что вы строите рядом с Пальмирой 2.0 жилой комплекс Булгаков. Расскажи, пожалуйста, о нем. Создавая жилищный комплекс Булгаков, мы учли обратную связь от наших жильцов и вложили множество инновационных современных идей. В частности, это будет полностью закрытая и при этом крайне уютная территория современной системы видеонаблюдения, а вход туда будет как по классическому ключу, так и при помощи биометрического сканирования. То есть домофоны, они будут располагать системой распознавания лиц, и можно будет именно таким образом... Да, чужой не зайдет, и если вдруг забыл ключи, то все равно получится попасть домой. Добавлю также то, что все дома будут строиться по также современным технологиям, в частности, вентилируемые фасады там будут использоваться, дома будут разной этажности. Школа, которую мы обсуждали при создании Пальмиры 2.0, она как раз и будет располагаться в жилищном комплексе Булгаков. Добавлю еще, что в жилищном комплексе будет потрясающий зеленый парк площадью 35 тысяч квадратных метров с самыми разнообразными деревьями, интерактивными объектами, развлекательными точками и многим другим. Первые три дома будут сданы уже в первом квартале 2026 года. По вопросу стоимости стоит сказать то, что Пальмира 2.0 – это жилье класса Комфорт Плюс, а Булгаков – это жилье класса Бизнес. Его стоимость составляет за студию 25 квадратных метров 2 миллиона 900 тысяч рублей, однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра – это 3,5 миллиона рублей, и евро трехкомнатная квартира площадь 74 квадратных метра – стоимость 6,5 миллионов. Эта стоимость актуальна на март 2024 года. Понятно, Игорь, большое спасибо. Друзья, спасибо, что посмотрели. Конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С вами Давид Арстайл и Игорь, представитель компании Анастасия. Всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!